Привет, друзья, с вами Юрий Тиктакмир, и сегодня мы с вами посмотрим на новинку от компании Casio. Это Gulfmaster, но новинка она такая, знаете, в кавычках. Почему в кавычках? Да потому что в прошлом году Gulfmaster с индексом GWN-Q1000 уже продавался, но он был без индекса A после 1000. То есть модель называлась GWN-Q1001A. Чем отличается прошлая модель от нынешней модели? На самом деле, кроме расцветки и цены, ничем. Давайте внимательно посмотрим на эти часы, тем более у нас их сегодня аж две штуки. Модель на браслете и модель на ремешке. Сейчас посмотрим, разберемся, сравним и немного также сравним с моделькой очень похожей, соседняя линейка ProTrek, модель PRW-7000. Очень-очень классные, кстати, часы. Ну что, давайте начинать. Во-первых, что хотелось бы сказать про эту модель. В прошлом году были представлены модели синим безелем, такая классика у Gulfmaster. Потом были модели на браслете. Стоили они почему-то не очень так по карману многим. Видимо, что-то не сдалось. И Casio решила выпустить две другие модельки. Те вообще сняли с производства полностью, их на официальном сайте нет. Выпустили в сентябре 2017 года модель на браслете и модель на ремешке. При этом модуль остался тот же, дизайн в целом остался тот же. Только здесь теперь не синий безель, он здесь черный. Здесь синяя такая окантовка безеля. Все остальное то же самое. Но, друзья, хорошая новость. Если раньше цена была 100 тысяч японских йен, теперь 78 тысяч японских йен. То есть примерно 20% в цене минус. В рублях эта моделька стоит примерно 35 тысяч российских рублей. Или примерно 600 долларов американских. Если мы говорим о модели на браслете, она точно такая же, только здесь безель. Он не черный, он больше, знаете, сталь такая черненая, темная. Также темные кнопки и браслет. Пластик с хребетом стальным и стальной застежкой. Эта моделька немного подороже за счет браслета. Она стоит 105 тысяч японских йен, то есть примерно 50 тысяч российских рублей. Или примерно 900 долларов американских. Кому что нравится, выбирайте, кто как любит. Кто любит браслет, кто любит ремешок. В целом модели одинаковые, немного иное оформление. Посмотрите, немного другой безель. И кнопки также посветлее, потемнее. Это все очень хорошо видно. Я думаю, вот так будет заметнее. Часы Casio Golfmaster GWN-Q1000A1AGF отличаются тем, что у них сенсор не тройной, а аж четверной. То есть это квад-сенсор. И добавили сюда, помимо барометра, альтиметра и компаса, добавили глубиномер. То есть эти часы, они оптимизированы для использования в водных условиях. Глубиномер, диапазон измерения от 0 до 50 метров и шаг измерения 0,1 метра. При этом часы предлагают автоматическое сохранение данных о погружении, а именно дату, проведенную в воде время и максимальную глубину погружения. Насколько я понимаю, при погружении работает непосредственно вот этот интересный циферблатик и скорее всего также работает цифровой циферблат. Проверить это не получится, поскольку сами никуда не погружаются. Давайте посмотрим на размеры этих замечательных часов, как они сидят на руке и сравним с моделькой PRW-7000. Модель от ProTrack также имеет сапфировое стекло, тот же самый каучуковый ремешок, есть также версия и на браслете. Но они заметно поменьше, я думаю невооруженным глазом вы все это видите, в том числе и толщина тоже поменьше. То есть даже, наверное, значительно. Общая концепция также часы поменьше выглядит. По функционалу часы тоже примерно одинаковые. Модель PRW-7000 имеет модуль 5480, моделька от Wolfmaster The Shock имеет модуль 5477. То есть они, грубо говоря, очень близко друг к другу и функционал у них примерно одинаковый. По размерам этих замечательных часов. Диаметр циферблата 35,5 мм. Диаметр по безелю 48 мм. Полностью со всеми выступами 58 мм. Высота часов по такому параметру 66 мм. И толщина 16,7 мм. Вес колеблется в районе 100 г, моделька на браслете немного тяжелее. Здесь примерно по прикидке 140-150 г, что не может не радовать, поскольку, как правило, пластиковый дешок весит совсем так игрушечно. И на руке 17 см, несмотря на довольно, скажем, приличные размеры, если даже не огромные шайбообразные, я считаю, часы все-таки сидят очень даже неплохо. Наверное, сказывается то, что они спортивные, друзья. Также добавлю, что здесь есть иллюминофор и LED-подсветка. LED-подсветку я вам сейчас покажу. И также покажу, как все это смотрится в темное время суток. По поводу функционала. Давайте немного пробежимся. Полную характеристики я оставлю в описании под этим видео. И посмотрим кратко, что тут у нас есть. Запись данных. Мировое время мы с вами можем настроить. График приливов-отливов. Соответственно, восхождение, точнее, восход и закат солнца. Секундомер. Таймер. Будильники, конечно же. Радиосинхронизация. И, собственно, все. Есть у нас также другие кнопочки. Барометр, к примеру, мы с вами можем посмотреть. Компас. На ту же кнопку нажимаю. Альтиметр. Или высотометр по-русски. Датчик температуры. И последнее, это, собственно, сам глубиномер. Сбрасываем. Можем посмотреть, за что отвечает правая верхняя кнопка. Она отвечает за подсветку. И левая верхняя кнопка. Она отвечает за переключение. Плохо видно, конечно. За переключение информации на основном маленьком циферблате. То есть, вы можете выставить время. Можете выставить дату. День недели. И тому подобное. Даже график барометра. Заводная головка. В помощь нее можно именно настраивать будильники. И управлять другими функциями часов. Смотрите, задняя крышка. В духе касси у дорогих. Все как положено. Вся основная информация. Сделана они в Японии. Небольшие такие прокладочки. Подкладки на браслет. Между крышкой и ремешком. Сам ремешок. Каучуковый. Мягкий. Приятный. Тренчик. Здесь стальной. Все как обычно. Бакля также стальная. Все замечательно. Кассио. Таиланд. Написано на бакле. Но сами часы. Не знаю, видно вам или не видно. Они сделаны исключительно в Японии. Их, кстати, сделаны не так давно. 222 день 2017 года. Вопрос на засыпку. Посчитайте, когда они сделаны. Движемся дальше. И немного посмотрим на модель браслетную. В целом мы все функции с вами практически рассмотрели. Осталось добавить, что здесь сапфировое стекло. Безель стальной. Кнопки стальные. Заводная головка. И кнопки с правой стороны также стальные. Сам браслет имеет пластиковую полностью структуру. Но внутри имеется стальной каркас. И также стальная застежка. Раскладывающаяся с защитой полностью от случайных открытий. Собственно говоря, часы все-таки для моря. Поэтому какая-то защита для них есть. Конечно же здесь водозащита 200 метров. Кстати, постоянно хочется часы именно вот так одеть на руку. Ну, как-то сверху циферблат он не воспринимается. По крайней мере мне. Итак, водозащита 200 метров. И вы можете смело в этих часах плавать. Заниматься яхтенным спортом. Нырять. Все, что хотите делать. Отличный гульфмастер. Напомню, что по сравнению с предыдущей моделькой цена заметно упала вниз. Что не может не радовать. И я вам желаю эти часы наконец-то себе купить. Если кого-то останавливала именно высокая цена на предыдущую модель. Честно, я не знаю, почему Casio пошла таким путем. На моей памяти ни разу не было подобного, чтобы Casio ставила сначала цену побольше. Потом меняла поменьше. Те модели вообще убирала из реализации. И оставляла что-то другое. Ну, друзья, я не знаю. Хорошо, что цена не вверх пошла, а вниз. Поэтому будем покупать. Будем носить. Вам желаю отличного настроения. Спасибо, что были со мной. Всем спасибо. Всем пока. Носите хорошие часы. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok